МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем столбики термометров поднимутся всего до 21 градуса. Ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем сегодняшний выпуск с информации об экспозициях, которые будут интересны любителям фотографий. Для посетителей библиотеки имени Герцена открыта выставка «Путешествуйте с нами». Автор снимков Андрей Валенков предлагает совершить путешествие в музей под открытым небом в Пирогово. Фотографии дают возможность заочно прогуляться по тихим улочкам села. На них виды с ветряными мельницами, деревянными церквями, домами и колодцами 17-18 веков. Выставка открыта до 14 августа. Не пропустите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также гамильчане могут увидеть фотографии, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Янчарский. Он много путешествует и побывал уже в 48 странах мира. Многие из его поездок – это организованные фототуры. Их результаты фотограф и представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которую он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Желающие могут познакомиться с творчеством еще одного фотографа – Олега Белоусова. Выставку под названием «Само совершенство» он посвятил женской красоте. Именно она вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. Познакомиться с работами фотомастера можно в Музее истории города Гомеля. А Музей истории печати и фотографии Гомельщины открывает посетителям Молдову. Там работает выставка под названием «Молдова. Страна и люди». В своих работах фотограф Дан Гуцу отражает быт людей, живущих в глубинке, и старается передавать истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции страны. Погрузиться в современную Молдову можно на 29 августа. Спешите! Сегодня в эфире телеканала Белоруссия Терегомель фильм «Дневной свет». Машина таксиста в момент взрыва оказывается на въезде в большой подводный туннель, ведущий в Нью-Джерси. По нему проносится огромный огненный шар, и в живых остается лишь немного испуганных людей. Выбраться без посторонней помощи они не сумеют, и таксист совершает отчаянную попытку пробраться в туннель и вывести людей. Много лет назад он работал в службе спасения, но был уволен, когда его подчиненные погибли, выполняя его приказы. Теперь у него появляется шанс искупить свою вину. Включайте наш телеканал в 21.15. К другим интересным новостям получен совместный снимок Земли и Луны. Его сделал космический аппарат, запущенный для исследования Марса. На фотографии два небесных тела, показанные небольшими полумесяцами на фоне бескрайнего космоса. Снимок был сделан на расстоянии миллиона километров от Земли. Для этого был задействован оптический сенсор. Согласно расчетам специалистов, зонд доберется до точки назначения примерно через 7 месяцев. Получить первые данные оттуда ученые планируют уже в следующем году. Как отметили в Китайском национальном космическом управлении, все бортовые системы аппарата работают в штатном режиме. Молодой человек из Великобритании увлекается историей. Майкл обожает викторианскую эпоху и все, что с ней связано. Парень собирает предметы, фотографии и сам переодевается в одежду того времени. И в один из дней его хобби дало неожиданный результат. Однажды друзья прислали ему удивительный снимок. Они нашли копию Майкла на фотографии, сделанной в 1905 году. Британец решил сделать похожую фотографию. И стало понятно, что на фото его двойник из начала 20-го столетия. Теперь молодой человек уверен, что его пристрастие к истории это не случайность. В Берлине местные жители застукали лесу в момент, когда она промышляла воровством обуви. Дикое животное воровалось террас домов, причем рыжая предпочитала кроксы и резиновые тапочки. Мужчина, которым первый забил тревогу, провел небольшое расследование. Оказалось, соседи столкнулись с той же проблемой. Заметить похитителя удалось на следующий день, когда он уже скрывался с новой добычей. Мужчина проследил за животным до леса, где уже был целый склад. Несмотря на то, что в тайнике лесы хранилось множество пар обуви, свои кроссовки он так и не отыскал. В Канаде девушка сняла небольшой ролик, главным героем которого стал любопытный олень. Автор ролика и его друзья отправились на автомобиле в путешествие по заповеднику, где каждый желающий может покормить местных животных. В самый разгар поездки машину заметил олень, который с любопытством начал следить за людьми. Животное осторожно подходит и будто бы спрашивает, что это у тебя там. Любопытство оленя оправдалось, когда он заметил морковку и, само собой, от угощения лесной житель отказываться не стал. А это история особняка в одном из городов США, построенного в 1897 году. Дом должны были снести, чтобы на его месте построить современное здание. Однако нашелся способ, как спасти 123-летнее строение. Администрация города приняла решение перенести здание. Для этого его поместили на специальную платформу и перевезли на другое место. Этот дом остался единственным старинным представителем архитектуры города, поэтому теперь его ждет реставрация, после которой дом смогут посещать туристы. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Ольга Поправкина расскажет о том, можно ли оформить дарственную по частям. Не переключайтесь. Гражданин вправе самостоятельно принять решение, какую долю и кому он будет дарить, поэтому это не проблема оформить договор дарения по долям 3 четвертых одному ребенку, а 1 четвертую другому ребенку. Для этого необходимо обратиться в любую нотариальную контору, к любому нотариусу, либо в нотариальное бюро по месту нахождения объекта недвижимости. Нотариус даст полную консультацию по необходимым документам, которые необходимо собрать для удостоверения договора. И, придя в нотариальную контору дарителя, даряемые и заинтересованные лица, можно оформить этот договор. Договор дарения можно расторгнуть в судебном порядке. По соглашению сторон данный договор не расторгается. И, в принципе, изменения какие-то можно внести, но не противоречит законодательству. Как провести летнее время с пользой своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало отдельных советов и проверенных вариантов, что важно, практически незатратных финансово видов досуга. Меня зовут Олеся. Я йогой начала заниматься в 24 года. Это в 2008 году. То есть уже 13 лет я занимаюсь. Я искала вообще способы, естественно, как там похудеть. Мне хотелось найти свой вид спорта. Я походила на шейпинге, всякие там тренажерные залы и чувствовала, что у меня все что-то не так. И потом услышала, что есть занятия по йоге. Я решила сходить попробовать и, в общем-то, мне понравилось. Йога полезна в очень многих спектрах. То есть начиная от телесных, это красивый внешний вид, подтянутое тело, плюс внутреннее здоровье, внутренних органов, плюс это растяжка. Также есть какие-то душевные плюсы. Концентрируясь на своем теле, человек может больше узнать про себя. Заниматься йогой может вообще каждый человек. Даже сейчас уже есть бэби-йога. Но, естественно, я бы посоветовала новичкам начать заниматься в студии в группе, потому что для начала необходим учитель, человек, который направит и будет говорить, как что правильно делать, будет ориентироваться на индивидуальные особенности тела. Новый день! С вами встречали Утренний Фрэш и я, Павел Михно. Как всегда, хочу пожелать улыбок окружающих и только хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова